друзья всем привет как меня слышно не самое удачное время конечно для прямого эфира пятница после обеда но что есть то есть посмотрим кто к нам присоединится саночка привет я рада что я буду не одна общаться как у тебя дела сейчас посмотрю кто присоединяется оксан ты знаешь да что можешь писать в комментариях мне чтобы я тоже видела если ты что-то хочешь сказать вышла тут на аллейку около дома в беседку поговорить воздухом подышать потому что погода в москве не радует напиши пожалуйста меня хорошо слышно нет звук как слышно громче говорить потому что я замечаю что машины ездят и мне немножко непонятно хорошо ли меня слышно в итоге оксаночка напиши мне пожалуйста хорошо ли меня слышно а то у меня сегодня немножко отлично закладывает уши и я не могу понять насколько тихо ли или громко я разговариваю понедельник давала задание записывать все качества и людей естественно которые проявляют эти качества которые вас раздражают весят напрягают и так далее ты записала напиши да или плюсик или что-то о молодец вот но пока я жду что надеюсь все таки кто-то еще к нам присоединится хотя я с тобой рада пообщаться расскажу о следующей ситуации пару дней назад в instagram аккаунте одного человека за кем я приглядываю увидела следующий пост сам пост мне очень понравился но интересно было поразмыслить за подноготное скажем и за психологическим состоянием которое стояло вот за этим постом в двух словах расскажу что да всех приветствую присоединившихся рассказываю о посте в инстаграм который прочитала пару дней назад вот с него хотела бы начать тема поста было следующее что слава богу что блогеры со всего мира ну я не могу подтвердить или опровергнуть это потому что я честно скажу ни за кем не слежу кроме двух-трех блогеров но они очень специфичной тематики поэтому мне сложно сказать так это или не так и вы мне напишите кстати в комментариях так вот суть была в том что слава богу что все блогеры в последнее время перешли на обсуждение на тренд натуральности на тренд того чтобы не показывать вот эту инстаграмную жизнь на тренд естественности и так далее и так далее и далее автор поста пишет о том что как это и и заставляет себя чувствовать что раньше когда все были такие красивые нафуфыренные с идеальной жизнью в инстаграм человек чувствовал себя ущербным ну каким-то не таким и так далее и так далее и на самом деле вот этот пост почему я обратил на него внимание он очень сильно пересекается до приветствую присоединившихся он очень сильно пересекается вот с тем о чем со смыслом того задания которые я вам давала в понедельник когда вот вы выписывали для тех кто присоединился если не делал повторю когда вы в течение нескольких дней выписывали все качества людей которые вас бесит но надо было делать так конкретно человек конкретно качество чтобы не было просто что все мужики козлы например да люблю приводить этот пример но тем не так вот что заставляет я не буду сейчас долго рассуждать да потому что это слишком большая тема и честно скажу чтобы адекватно не поговорить нужно прям поготовиться непосредственно вот на тему почему блогеры жили раньше так а сейчас живут по-другому и какие психологические моменты на это повлияли я вот не готова рассуждать на так что выглядит профессионально в этой теме вот но я хочу порассуждать на тему того что движет нами как их читателями и почему мы например обращаем внимание на блогеров сравниваем себя с ними и так далее и так далее психологии есть два понятия вот сегодня я хочу пока поговорить только они первое это не проработанное внутреннее качество внутренняя сущность наверное можно сказать только в хорошем смысле этого слова это называется любовь к себе просто так вот когда у человека отсутствует любовь к себе просто так то тогда он глубоко и вот вы сейчас слушайте и смотрите как это отзывается внутри и есть ли вот какой-то внутренний психологический дефект либо один либо второе которым я сейчас поговорю у вас ну внутри вас потому что если есть на самом деле то самое сложное это понять и признаться себе что он есть и дальше есть определенные скажем так упражнения психологические которые вы выполняете отрабатываете этот момент и он прошедший этап и больше не возвращается никогда в вашу жизнь вот соответственно первое это не проработанный момент любви к себе просто так таким людям всегда кажется что нужно что-то сделать что меня любили что если я совершаю плохой поступок то меня человек перестанет любить что я должен что-то сделать чтобы заслужить любовь партнера того кто мне нравится родителей начальника и так далее и так далее что я должна быть хорошей матерью чтобы заслужить любовь своего ребенка ну и много-много таких примеров вот если есть что-то такое если вы действительно головой внутри себя понимаете сердцем скажем так не чувствуете что любовь она не зависит от поведения не зависит вообще ни от каких критериев кроме как от того что любовь либо она есть либо и нет то значит что у вас не отработано понятие любви к себе просто так следующий момент это как раз таки вот возвращаемся скорее всего не отработали того человеку кто написал пост это сейчас скажу забыла словосочетание так так как же все заклинило меня можете меня поздравить друзья кстати я нахожусь в интересном положении и с удивлением и с интересом наблюдаю о том как меняется скорость работы моего мозга и она теперь к сожалению не всегда зависит только от меня от моих усилий от того выспалась я или нет но еще зависит от разгула гормонов в моем теле так что прошу прощения но вот я забыла словосочетание сейчас подумаю как я могу из этого выкрутиться боже ж мой так ну да ладно придется видимо мне в комментариях к прямому эфиру в текстовом варианте написать и объяснить про второй момент который я хочу сказать потому что я просто это удивительно простое словосочетание но я не могу его вспомнить и видимо надо двигаться дальше так вот по поводу давайте теперь перейдем тогда если я вспомню мы вернемся еще спасибо большое вот если я вспомню мы еще вернемся к этому обсуждению про блогеров и вот нашим внутренним психологическим дефектам который за этим стоит знаете самое интересное что я очень много сталкиваюсь с людьми которые боятся признаться в том что у меня есть вот такой психологический дефект или вот такой для меня лично это очень странно почему потому что если мы проблему не признаем мы ее никогда не решим если мы проблему признали и тем более если мы это сделали ну не то чтобы под руководством да но в рамках вот общения с каким-то человеком или прочтение какой-то книги где конкретно говорится что с этим теперь делать то я бы даже сказала что это глупое поведение отказываться признавать проблему потому что до тех пор пока ты ее не признаешь мозг не поступит сигнал что с ней нужно что-то сделать и соответственно ты не сможешь принять и применить в своей жизни эту методику которая предлагается для того чтобы эту проблему решить и поэтому каждый раз когда я нахожу какую-то вот пошаговую четкую методику которую можно следовать особенно вот если это не занимает да там год моей жизни а занимает условно 5-10-20 дней это достаточно небольшой промежуток времени для того чтобы решить какие-то свои психологические проблемы я всегда наоборот стараюсь покопаться внутри себя и найти эти проблемы которым я могу применить эту методику но почему? потому что я ее применяю я их решаю я дальше живу уже с новой собой с новым внутренним миром и соответственно этот новый внутренний мир рождает другой отклик внешнего мира на ситуации на возможности и так далее и так далее вот поэтому я вам предлагаю послушать что мне есть сказать про вот качество людей которые вы записали они вас раздражают вам не нравятся вас бесят вызывают какую-то эмоциональную реакцию соответственно друзья мои отгадайте я думаю вы уже догадались значит эти качества есть внутри вас в каком качестве они присутствуют это может быть целый спектр то есть от полного отрицания что этого качества во мне нет хотя на самом деле если идет такое глубокое отрицание значит просто идет очень глубинное непозволение себе проявлять это качество ввиду воспитания каких-то установок из книжек от родителей что это плохо там хорошие девочки мальчики дети этого не делают и так далее и так далее но тем не менее психология утверждает все психологи утверждают и психология напомню является наукой признанной а не просто там магии какой-то и так далее вот что в нас в каждом из нас есть абсолютно все качества они есть внутри нас и мы их можем проявлять другое дело что мы осознанно выбираем или не выбираем проявлять какое-то качество но вот выбор или не выбор его проявлять это немножко даже очень множко разное от того запрещаю я себе это подавляю я себе в себе это качество отрицаю ли я это качество как то что оно у меня в принципе есть я его могу достать и предъявить вам и так себя повести или же я все это допускаю принимаю живу с этим но тогда вы бы и не составили тот список который вы составили соответственно хочу сделать небольшую еще ремарку в сторону да о котором я все время говорю что без ну первое без осознания проблемы невозможно ее решение естественно это вот вроде кажется звучит банально но если применять это действительно каждой ситуации в своей жизни каждое каждому взаимодействию которое мы сталкиваемся с людьми в своей жизни каждый день то вы действительно и я каждый раз открываем для себя что-то новое так вот простое упражнение ну чтобы чтобы избавиться да от этого качества например я не знаю агрессия чтобы люди перестали проявлять к вам агрессию или ну злоба наверное тоже агрессия только Se怎麼辦 importante чтобы она перестала встречаться в вашей жизненной картине мира. А почему она встречается? Потому что, условно, Маша раздражает меня тем, что она очень агрессивна. Но прошу заметить, ведь Маша, агрессивная Маша, присутствует в вашей жизни, а не в моей. Значит, ну, что-то есть в вашей жизни. Сложились ситуации, обстоятельства, почему Маша там присутствует. Потому что в моей жизни не присутствуют агрессивные люди от слова совсем. То есть я таких не знаю. Привет, Дамир. Очень рад тебя видеть. Сто лет не виделись. Так вот, соответственно, если есть люди с теми качествами, которые вас бесят, раздражают и так далее, в вашей жизни это значит, что это качество присутствует внутри вас. Неважно, подавляете вы его, отрицаете, не разрешаете себе его проявлять и так далее. Оно есть. И до тех пор, пока вы не разберетесь с этим качеством, вы ничего не сможете изменить. То есть вы будете постоянно встречать других людей, которые проявляют эти качества по отношению к вам, испытывать негативные эмоции, они вас будут бесить, раздражать. А вот и ныне там как бы. В чем же то? Так вот, очень простое упражнение, которое я сейчас продиктую. Можно будет пересмотреть запись. Я очень надеюсь, что этот эфир записывается в данный момент. Либо же взять ручку с листочком и записать сейчас, потому что там буквально четыре предложения. Техника избавления очень... Это, во-первых, запатентованная техника, взятая из одного курса, который тоже запатентованно, научно обоснованно и так далее, и так далее. Но она очень действенная и, главное, быстрая. Если вы действительно сядете и за раз проработаете, потратив там 15 минут на каждое качество, которое вы написали, я вас уверяю, что через две недели, вот, допустим, 14 качеств записали, да, по одному качеству в день вы сделаете. Через две недели вы сами начнете удивляться, если будете внимательно отслеживать свою жизнь, как она будет меняться. Почему? Потому что ничего внутри вас, на качество, например, агрессия, которое я приводила пример, не будет резонировать. Соответственно, это качество исчезнет из вашей жизни. А тот человек, который, как вам казалось, проявляет это качество по отношению к вам постоянно, вдруг прекратит это делать. И это удивительные люди, которые со мной занимаются в более, скажем, индивидуальном порядке, да, приветствовали меня, они всегда скептически и немножко настороженно, но исключительно из-за доверия ко мне делают упражнения, которые я предлагаю. Но когда в итоге начинает меняться реальность, вот именно из разряда сегодня она такая, а завтра я проснулся, и она совершенно другая, и вдруг я встречаю этого человека, ожидаю от него одно поведение, а получаю совершенно другое. Вот это вот вызывает у людей, ну, ощущение действительно собственной силы, всесильности по тому, что лично я, делая что-то внутри меня, могу менять жизнь, которая вокруг меня. Все, я думаю, я вас уже достаточно заинтриговала, давайте перейдем к упражнению. Что нужно сделать? Ну, во-первых, да, нужно записать. И это, кстати, упражнение, которое можно делать постоянно. Вы просто отмечаете, если вдруг вас выбесил какой-то человек каким-то качеством, идем в заметки телефона, быстренько пишем. Маша-агрессия, агрессивная. Ну, бесит меня агрессивная Маша. Дальше мы возвращаемся домой в спокойном. Единственное, только что действительно нужно, чтобы никто не отвлекал, никто в комнату не входил, дал вам эти спокойные 15 минут по работе. Садимся, грубо говоря, достаем свою запись, достаем диктофон и делаем это упражнение. Ну, по времени, я сказала, занимает минут 15. Теперь, что конкретно нужно делать? Нужно иметь диктофон и нужно сейчас записать слова, либо же, надеюсь, что будет запись, да, переслушать и записать тогда. Потому что менять последовательность слов нельзя. Она специально была создана учеными для, ну, именно программирования, перепрограммирования нашего мозга в том направлении, которое нужно нам в данный момент на принятие качества и на растворение, скажем, отрицание, подавление, все, что вот, почему это качество нас цепляет. Так вот, садимся. Шаг 1. Нужно сесть, закрыть глаза, посмотреть внутрь себя и сказать себе, вот мы разбираем, например, качество, да, что меня бесит агрессивная Маша, и сказать себе, я агрессивная или я агрессивная. И посмотреть как бы внутренним взором в район солнечного сплетения. Посмотрите, что вы увидите. На самом деле разнообразие очень великое. То есть это может быть от каких-то просто физических ощущений до, например, стягивания живота, напряжение в мышцах, там чувство тошноты, общее просто неприятное какое-то ощущение, до реально каких-то картинок, которые вы видите, как там какая-то Маша с перепошенным лицом на кого-то бросает или на вас, или... В общем, все, что вы чувствуете, неважно, только на уровне ощущений или к вам приходят, если вы более визуальный человек, да, какие-то картинки, все просто зафиксировали. Нам не важно, нам не нужно анализировать, что мы видим. И самое интересное, что это совершенно не важно. Все, что нам нужно сделать, это зафиксировать, что было в начале и сравнить это с тем, что будет в конце. И если это изменилось, значит, у нас это сигнал нашего подсознания о том, что проработка прошла успешно. Соответственно, посмотрели. Вот, допустим, у меня Маша, которая с перекошенным лицом, которая бросается, значит, там на кого-то. Вот все, мой образ номер один, точка А, отправная точка, есть. Соответственно, вот тут пришел парень. Дальше. Мы берем диктофон и начинаем громко, с выражением, наговаривать следующие слова. Обратите внимание, я сейчас буду наговаривать, и обратите внимание, на какие слова я делаю упор интонации. Потому что, чтобы у нас трансформировалось что-то внутри нашей психики, нам нужны эмоции. Ну, во-первых, повторение, во-вторых, эмоции, чтобы мы впитали это. Соответственно, начинаем наговаривать на диктофон. А диктофон, благо, есть в любом телефоне. Да, следующие слова. Можно мне было не принимать это качество, и далее по списку агрессивное, в себе. Можно мне было отвергать его. Пауза. Оставляем паузу на записи, потому что в эту паузу вы будете повторять за своим голосом в диктофоне, уже реальному своим голосом. Дальше. Но оно есть во мне. Пауза. Дальше. Можно мне было видеть его таким. Пауза. Но это было только мое представление об этом качестве, агрессивное во мне. Пауза. Ну, слово пауза, естественно, вы не говорите, когда вы надиктовываете этому диктофону. Можно мне было иметь такое представление, но оно было только мое. Вот эти вот сколько там, шесть предложений, вы записываете с интонацией, с паузами, как я сказала. Напишите, если вы хотите, чтобы я повторила, если кто-то записывает на листочек в данный момент. Если нет, то я просто оставлю это на записи. Соответственно, вы проговорили, наговорили этот диктофон. И дальше мы закрываем глаза, сидим с прямой спиной и включаем на повторение эту запись. В среднем занимает минимум 10 раз, по средненькому 20 раз это все сказать. Ну, если очень сильно и глубоко вы что-то там отрицаете это качество, значит, больше 20 раз. Ну, больше 40, мало кто повторяет, честно скажу, вот просто из опыта. Соответственно, что происходит? Далее вы включаете диктофон. И на диктофоне вы слышите первое предложение. Можно мне было не принимать это качество агрессивное во мне. Можно мне было отвергать его. Далее следует пауза. И в эту паузу вы повторяете. Что важно? Важно ни о чем другом не думать. Важно сидеть с закрытыми глазами, с прямой спиной. Концентрироваться где-то вот в районе своего живота. И просто повторять и наблюдать. Где-то первые 10 раз сопротивление бывает у всех. Но сопротивление может выражаться от того, что постоянно налетают просто другие какие-то мысли. И их нужно усилить волей, потому что мы же не животные. Мы личности с силой воли и так далее, с собственным выбором жизни. Соответственно, их нужно силой воли прогонять. Либо же это могут быть какие-то ощущения неприятные внутри себя. Например, тошнота, вплоть до рвотного рефлекса. Или что-то свело, что-то и так далее. Это нормально. Мы не обращаем внимания. Могут палиться слезы. И просто продолжаем повторять. Главное, с выражением, в паузах, смотря внутрь себя. В итоге, когда у вас заканчивается сопротивление. После 7, 10, 15 раза. Иногда даже после 20. Меняются внутренние ощущения. Как оно изменится, вы прям сразу сами почувствуете. Это невозможно не отследить. И после этого мы повторяем до тех пор, пока мы не понимаем, что в этом качестве на самом деле для нас заложена сила. Повторив определенное количество раз, мы можем спросить себя, какая сила есть только в этом качестве для меня. И вдруг мы обнаруживаем. И, кстати сказать, первое, что вам придет на голову после того, как вы задали себе этот вопрос, это является правильным ответом. Несмотря на то, как бы абсурдно для вас это не казалось. Хотя абсурдным это бывает крайне-крайне редко. И если это очень абсурдно, вы можете поделиться со мной в дирекции, там в личной переписке. И мы разберем. Еще что хотела сказать, что очень часто многие люди думают, что они делают что-то неправильно в упражнении. Но именно поэтому эта методика является такой запатентованной и научно обоснованной. Именно потому, что в нашей психике заложена кнопка от дураков. Мы не можем нанести себе вред, мы не можем сделать что-то неправильно, когда мы занимаемся без посторонних людей, а один на один, сам с собой, психологическим проработанным. Поэтому делайте это смело, не бойтесь, все получится. Соответственно, и вдруг в какой-то момент, если вы задали этот вопрос и не приходит ничего, значит, мы возвращаемся и снова повторяем вот этот наш абзац «Можно мне было не принимать это качество агрессивное в себе». Повторяем еще 5-10 раз. Снова задаем себе вопрос «А какая сила есть для меня только в этом качестве?» Что я не замечала раньше. И вдруг мы обнаруживаем, что в качестве агрессивное для меня, ну, как, например, присутствует сила спокойного отстаивания охраны своих границ. Все. Как только мы нашли силу, проработка – это первый звоночек к тому, что проработка закончена. Когда я говорю, что проработка закончена, это означает, что как только вы ее завершите, вы переспите ночь, потому что у нас психика подсознания перезагружается ночью, и со следующего дня у вас уже будет другое отношение к этому качеству. По-другому будут агрессивные люди на вас реагировать. По-другому вы будете реагировать на агрессивных людей. И, скорее всего, вы, в принципе, перестанете встречать агрессию в жизни. А когда встретите, то вы сами потом, постфактум, убедитесь, как интересно я никогда раньше в жизни. То есть вы как-то среагируете, пройдет эта ситуация, и потом, вернувшись на нее, вы с удивлением обнаружите, что вы раньше так себя не вели никогда в этих ситуациях. И, естественно, ведя себя по-другому в ситуации, мы получаем другой эффект, другой результат. И отсюда и идут изменения нашей жизни. То есть изменения в жизни, в реальности, начинаются именно с изменений внутри. Мы меняем что-то внутри. Это меняет нашу реакцию на наружную жизнь, скажем так, на внешнюю жизнь. Мы получаем во внешней жизни новый результат, новые возможности, новые общения, как со старыми людьми, так и с новыми. Соответственно, отсюда меняется наша жизнь. Я надеюсь, что вам было полезно это упражнение. Очень рекомендую проработать все качества, которые вы записали с понедельника. Поверьте мне, это не занимает много времени. Это дает совершенно потрясающий результат. В том числе на самооценке. А я обязуюсь, если этот эфир сохранится, то в комментариях написать все-таки вот этот второй момент, который я забыла, и объяснить уже в текстовом варианте его. И, кстати, еще. И как завершить проработку? Когда вы нашли силу, также вы закрыли глаза, посмотрели вот внутрь себя, в район солнечного сплетения, и сказали себе снова «Я агрессивная». И посмотрели снова, что произошло. С ощущениями, с образом и так далее. Если изменились ощущения, то есть если вначале у вас были ощущения, сейчас они другие, это дополнительный сигнал вашего подсознания о том, что проработка прошла успешно. Если у вас была изначально одна картинка, а сейчас другая картинка, при том совершенно не важно, что это за картинки, самое главное, что они просто сменились. Это значит, что изменения в психике вашей произошли успешно. Можете себя поздравить. Самое время отвлечься на что-нибудь вкусненькое или интересное, лечь спать и завтра уже получать результат в новой жизни, потому что изменилось ваше внутреннее самоощущение. На этом, если нет вопросов, то я с вами прощаюсь. Пишите, если есть вопросы. Я пока еще пару минут подожду, попробую вспомнить. Все, надеюсь, было полезно. Не полезно оно быть не могло, потому что я лично на себе пробовала это упражнение и проработала все качества. И лично на своей жизни я вижу, как это работает и как это дает результат. Вопросов, вижу, нет. В любом случае, вы знаете, что вы можете задать вопросы в директе, в комментариях под постом или в комментариях под видео на YouTube-канале. И, соответственно, всем удачи. Прощаюсь. И до новых встреч. Хотела сказать, кстати, что в следующий вторник хочу провести другой прямой эфир по теме беременность, вынашивание ребенка, бесплодие и так далее. И продукты, которые от компании Global Trend нано-бальзамы и спрей-концентрат Павла Спринт. Поэтому, если кому-то интересно, приходите, следите за лентой в Инстаграме. Я напишу время, когда в следующий вторник, 11 августа, будет этот эфир. Как эти продукты реально решают эти проблемы. Система уже другой, из области здоровья, не из области психологии. Но, в конце концов, наша жизнь многогранна. И состоит она из очень многих аспектов, которые все мы работаем над тем, чтобы привести в гармонию. Потому что жизнь в гармонии это и есть настоящая жизнь. На этом, друзья, все. Всех обняла. Хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok